Пермские леса не перестают удивлять. Именно так начинался самый известный короткий ролик на нашем канале о находке старой могилы в пермских лесах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Многие писали, что во время войны, наверное, погиб. Не знаю даже, докуда доходило, докуда дошли фашисты. Во время войны как может под Перми погибнуть человек? Неужто сегодняшнее образование не дает такого элементарного понятия в истории, что война началась 22 июня 1941 года, а на табличке дата смерти стоит 4 марта 1941 года. До войны еще несколько месяцев. Как можно погибнуть во время войны, во время боевых действий Великой Отечественной войны в пермских лесах? Когда враг даже до Москвы только-только подошел, но был отодвинут героическими усилиями нашего народа. Но я вам скажу по секрету, что есть информация, что до Краснокамских, то есть пригород Перми, до Краснокамских лесов, диверсионная группа фашистов все-таки сумела пробраться. Но об этом позже, в других наших роликах. Информацию надо проверить, собрать, структуризировать. И тогда я вам это покажу. Приглядевшись, я понял, что здесь не одна, не только могила Сагита. Вот тут в стороне что-то тоже похожее на ограждение. В другом видны ямки. Такое ощущение, что здесь было целое кладбище. Сейчас мы с вами пройдемся и все посмотрим. Посмотрите еще, как интересно сделана оградка Усагита. Немногие обратили на это внимание. То есть пруд, который образует стенку оградки, прорезан в стойку и закреплен гайками. Так, чтобы, видимо, не отворачивать уже. Вторая сторона так же. И вот вообще никто не обратил внимания, что у могилки отсутствует калитка. Смотрите. Калитки нет. То есть не запланировано открытие и посещение могилы. Многие говорили, сходи, почисти, зачтется. В мусульманской традиции этого нет. То есть человека не надо беспокоить. Похоронили и все. Он ушел с миром к Богу. И незачем его тревожить своими мыслями, своими какими-то желаниями, проблемами. Вот здесь, смотрите, явно еще одна оградка. Только сделана она не полностью металлическая, а как бы деревянная. Вот здесь изнутри вставлены уголки, они забиты. А на них крепятся доски. То есть оградка была деревянная. Вот видите, вот там такая же ситуация. Чуть подальше я обнаружил еще камень, похожий на надгробный. На могильный, надо правильнее сказать. Ведь мусульмане не хоронят в гробах. И это действительно оказался могильный камень. Здесь вот надписи. Рисунок, арабская вязь. Я, конечно, не умею читать. Кто-то, может, напишет, что же пишут на камнях здесь. Но здесь какая-либо оградка полностью отсутствует. Видно, что ее никогда не было. Также отсутствует оградка и у другой могилы. Вот у нас еще один могильный камень. На нем с этой стороны нет никаких надписей. Насколько мне стало известно, по старой мусульманской традиции оградки вообще не ставили. То есть не ставили оградку, не ставили роскошный памятник. Ставили вот такой надгробный камень с надписями на арабском языке. К сожалению, как я уже сказал, я этого не понимаю, не могу вам рассказать, что там написано. И все. На этом память заканчивалась. То есть человек ушел, и не надо привязываться к нему. Не надо привязываться к материальной роскоши, показного вот этого. Надо человеку давать все тогда, когда он еще живой. Тогда надо ему давать, а не мертвому. Мертвый ушел к Богу, ему наш материальный мир ни к чему. Этим, кстати, мусульманская традиция очень сильно напоминает ведические традиции. Сожжение, небесное захоронение. Когда действительно от человека остается память. Память. Это самое вечное, что может остаться от человека. А все материальное уходит. Чуть в стороне от мусульманских захоронений, в яме я обнаружил памятник. Вот такой металлический. Что, опять же, не характерно для мусульманской традиции. Я думаю, может это не только мусульманское кладбище. Захоронение, надо правильнее сказать. Кладбищем еще называть рано. Но, к сожалению, что-либо прочитать здесь не удается. Краска слезла. И ничего уже не видно. Передвигаясь по захоронению, я наступил на гвоздь. Но мои ноги спасли берсты от компании «Армада». Нога осталась целая и невредимая. Пытаюсь разобраться, откуда гвоздь. Я наткнулся под домхом. Вот на такие деревянные рейки. Вот еще один, кстати, гвоздь. Вот они так вот лежат, скрепленные друг с другом. То есть здесь когда-то, похоже, была деревянная оградка. Деревянная оградка. А как раз в стороне находится вот такая яма. Такие ямы бывают на христианских могилах. То есть когда гроб проваливается, сгнивает, на месте могилы образуется вот такая яма, если ее не подсыпать. А это уже похоже не на захоронение, а именно на кладбище. Мусульманско-христианское кладбище. И, кстати, об этом свидетельствует единственный источник, который мне удалось найти. Это рассказ местной жительницы, которая говорила, что еще в 50-х годах они ходили в эти края на кладбище, но здесь уже не хоронили давно. Но кто-то из родственников был здесь похоронен. Вот как раз в этих краях. Больше мне никакой информации найти не удалось. То есть где бы я ни искал в интернете, так спрашивал. Никакой информации про это место, о захоронении, о кладбище нет. Еще один могильный камень. Здесь же остатки... О, лопата. Остатки лопаты железной. И с этим связана еще одна традиция ничего не уносить в кладбище. То есть весь инвентарь, который использовался для организации похорон, он хранился на кладбище. И если что-то приносилось на кладбище из дому, то оно на кладбище и оставлялось. Обратно с кладбища домой ничего не приносили. Еще одна могила. И тоже мусульманская. Христианских могил здесь я практически не встретил. Здесь интересно, если посмотреть общий план, то видно, что часть могилы в ограде находится выше, часть земли, а часть ниже. Это тоже связано с мусульманской особенностью захоронения. В отличие от христиан, которые просто копают могилу, опускают туда гроб, а мусульмане хоронят своих усопших по-другому. Копается яма, и в ней уже делается ниша. В ней делается ниша, как бы в сторону, в сторону от этого ствола ямы, так скажем. И туда кладется тело. И поэтому, естественно, когда та часть обваливается со временем, там становится ниже грунт. То есть образуется понижение. Видно, вот оно здесь как раз у нас, понижение. Я думаю, хорошо это заметно на камере, а та сторона находится чуть выше. Вот так. Вот еще одна могила. Яма слишком большая для того, чтобы быть остатками вот этой ниши, в которой хоронят тело. И вот тут, смотрите, хорошо видно, какая была оградка у нее. То есть был столб, и тут такая решетка из проволоки ограживала могилу. Такое ощущение, что некоторые могилы были перезахоронены или с какой-то целью вскрыты. Сзади еще одна, но уже без видимого ограждения. Сначала я думал, что это как раз тоже вот ниши, которые остались от тела мусульманского захоронения. Но присмотревшись, видно, что по краю могилы идет бортик. То есть земля, земля, которая доставалась из могилы, отсыпалась по борту. Это я видел. Как на примере рудников тоже такая же ситуация. То есть отвал хорошо виден. Могила вскрыта. Это не просто просадка земли. Могила вскрыта с какой-то целью. Скорее всего, перенос тела, конечно. Вот здесь видно, что металлисты уже орудуют. Не гнушаются ничем. Даже с кладбища готовы все унести. Ух ты! Тут что мы обнаружили? Смотрите. Нора. Какой-то зверь роет нору. Скорее всего, это лиса или барсук. Ух ты! Видно следы. Прикольно. Есть там кто живой? В норе есть кто? Кто в норе живет? Интересно. Чья нора интересна? Вот так старое кладбище облюбовали звери. Кто-то поселился здесь. Вот тут видно еще старая нора заброшенная. По обилию нор можно предположить, что это скорее всего барсук. Они строят целые города подземные. Не зря я взял с собой фотоловушку. Хотел ее поставить в другом месте, но поставлю здесь. Заодно узнаем, что за зверь здесь поселился на кладбище. А может это чупакабра? Фотоловушка установлена. Будем ждать результата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова вот тут вот целый ряд скрытых могил смотрите вот следующие следующие и там далее и там как бы полукругом идут а вот здесь смотрите как бы виден надгробный камень наверняка это надгробный камень так что скрыта мусульманская могила да это точно надгробный камень смотрите зачем скрывалась могила непонятно видели мусульманство это не характерно перезахоронение хотя почему бы и нет напишите в комментарии кто знает имелись ли случаи перезахоронения мусульманских могил если такая информация я вот не слышал и не видел и по моей информации такого быть не должно такое вот друзья у нас получилось менее исследования мы поняли что это не единичное захоронение а целое можно сказать кладбище на этом я заканчиваю пишите у кого мало ли появится какая-то информация пишите в комментарии вопросы свои пишите в комментарии свои предположения я думаю вместе мы узнаем намного больше я буду заканчивать до новых встреч пока пока я не знаю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok